Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Вот мы знаем, что Вы являетесь стороной защиты происходящего в Томске судебным разбирательством над Багавадгитой, как она есть с комментариями Шарила Прабхупады. Вот не могли бы Вы каким-то образом прокомментировать происходящее событие? Как вообще все это Вам видится? Что я думаю по этому поводу? Кстати, на эту ситуацию можно смотреть с разных точек зрения. Я не хотел бы рассматривать эту ситуацию с точки зрения религиозного человека, хотя каждому религиозному человеку понятно, если судят Священное Писание, в которое он верит. Просто поставьте себя на мое место. Вы христианин и судят Библию. Вы мусульманин, судят Таран, Иисуса Христа или Магомеда. Как Вы себя чувствуете? Я бы не хотел рассматривать эту ситуацию с точки зрения юриста. Все так понятно, если мы начали судить уже в книге. В истории этот процесс был уже. Я бы хотел порассуждать и поделиться своей точкой зрения на эту ситуацию как человек, как просто гражданин Российской Федерации. Мы знаем, что наша демократия далека еще до идеала. Мы все стремимся жить в таком государстве, где бы нас защищали. И защитники должны понимать, от чего нас защищать, где этой защитой есть предел. Защита может перейти режим опеки и даже, более того, режим угнетения. Какие процессы с тревогой я сейчас наблюдаю? Мне кажется, что мы сейчас оставили позади режим политического тоталитаризма. И мы можем двигаться к тоталитаризму идеологическому. Это значит, что на всей территории Российской Федерации будет какая-то одна идеология. И не будет альтернатив. Будем вынуждены принять что-то одно. И это будет наказываться. Непринятие этой идеологии будет наказываться. Я говорю не о каких-то абстрактных идеях, я говорю о фактах. Например, в одном из краев Российской Федерации, в одном из субъектов Российской Федерации издано негласное распоряжение об изъятии всех публичных библиотек эзотерической литературы. Такие как Ловацкая, Рерих, Пафирик, Орнеевич, Иванов. Я не знаю, о чем думает администрация этого края. Но это похоже на цензуру. Мы видим, что сейчас процессы над какими-то религиозными писаниями или разными организациями начинают набирать какие-то всероссийские масштабы. Это тревожит. Нормального человека это должно тревожить. Потому что так начинался фашист. Вначале фашисты уничтожали евреев, потом коммунистов, потом католиков. И в конце концов все маршировали под коричневую сурдинку. Чем это обернулось для страны? Такой как Германия, вы можете себе только представить. Война мирового масштаба. Миллионы жертв. Разрушена экономика и клеймо на страну, на всю жизнь, на всю жизнь многих поколений. К сожалению, Россия уже имела такой печальный опыт. Кто-то, наши отцы, наши деды прошли этот период тоталитаризма. Неужели мы сейчас собственными руками сможем сделать этот... Постановить этот же режим? Говорится, что не так страшны палачи, как страшны те люди с молчаливого согласия, у которого Анистра совершает свои страшные преступления. Это касается каждого. В один прекрасный момент вы проснетесь, и по телевизору будет одна и та же программа. Может быть, Лебединое озеро или что-то еще. И вам будут приходить люди и будут говорить, что вам делать. Я рассуждаю так. История циклична, и этот процесс не единственный в нашей истории. В 15 веке был такой философ немецкий, Эразм Роттердамский. Он написал «Оду глупости». И введение к своей... Это знаменитое произведение. И введение к своему произведению он написал, Я не цитирую, но что-то подобное. В нынешний век что-то уши современников стали слишком нежны. И они не выносят слов, хоть и грубоватых, но обличающих человеческую глупость и человеческие пороки. И, похоже, у нас... Ну, может быть, наша Россия с запозданием живет от Европы лет на 300 или 500. И если там был уже период Инквизиции, был период охоты на ведьм, и он закончился, то, похоже, у нас может только начинаться. Может быть, многие не знают, что государство Российской Федерации уже запретило некоторые произведения Льва Толстого. Вы знаете, в мертвых душах есть высказывание Собакевича, фраза знаменитая. Прокурор, конечно, в нашем городе человек хороший, но все-таки порядочная свинья. И, похоже, один, может, кто-то из прокуроров подумает, что это оскорбляет всех прокуроров. Мне кажется, такая логика приведет к полному краху, к полному краху понимания, что такое хорошо, что такое плохо, где граница здравого смысла. Мы можем двигаться к безумию. И это меня беспокоит как простого человека, как простого гражданина. И если это беспокоит кого-то еще, то нельзя молчать. А скажите, на данном этапе какая ситуация? Я так понимаю, что на декабрь перенесено, да, рассмотрение какой-то экспертизы, поручено другим людям, правильно я понимаю? Да, сейчас по решению суда назначена экспертиза, поручена трем экспертам из Кемеровской области. Для того, чтобы эксперты вынесли свое обоснованное заключение, требуется время, и суд предоставил в течение трех месяцев, до 1 декабря. Эксперты должны принять свое заключение. Это будет уже второе заключение по Бхагавадгите. Я надеюсь, это не здравые люди. Они поймут, что они изучают древнее, теистическое писание, которое может не укладываться в рамки современного мира. Но тем не менее, любой здравый человек, любой интеллигентный человек, который хоть раз прочитал Бхагавадгиту, как она есть, поймет, что это не экстремистское произведение, а антиэкстремистское произведение. Потому что на каждой странице этой Бхагавадгиты призывается к добру, к милосердию, к равенству. Даже больше того, не только равенству между людьми в зависимости от расы, а даже к равенству между людьми и животными. Именно поэтому кришнаиты или индуисты не едят животных. Они вегетарианцы. Сложно представить более толерантное произведение. Но, к сожалению, те, кто участвуют в этом процессе со стороны государства, и работники Федеральной службы безопасности, и работники прокуратуры, и Министерства юстиции, у меня создается впечатление, что у них какая-то временная иллюзия. Они не понимают, что своими руками они делают дальнейшую судьбу свою и своих детей. Они могут сильно удивиться, проснувшись лет так через пять, в каком государстве они живут. Они их заставят маршировать. Я знаком с системой государства. Я знаю, что там сейчас далеко не демократичная ситуация. С одной стороны, это хорошо. У нас сильная власть. Но, с другой стороны, должен быть какой-то баланс между сильной властью и правами человека. И, похоже, нам придется работать над этим не без участия граждан, потому что никто не будет отставить ваши права, кроме вас самих. Нужно проснуться. Спасибо вам большое. Спасибо.